Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ интересно знать». Представляем вашему вниманию, чтобы помнили, Татьяна Снежина, она в 23 года ушла из жизни вместе со своим любимым, когда всего несколько дней оставалась до их свадьбы. Многие, наверное, помнят Татьяну Снежину, эту талантливую поэтессу и композитора, которую по сей день помнят те, кто уже тогда полюбил ее песни. «Мы в этой жизни только гости, позови меня с собой, ах, если бы! Я не могу без тебя» и многие другие песни были написаны совсем юной девушкой, у которой было доброе сердце и грустные глаза. Она так любила жить, но не успела сделать все того, чего она наметила, потому что жизнь оказалась слишком короткой, всего 23 года. Татьяна родилась в 1972 году в городе Луганск. На свет она появилась в теплый весенний день, а именно 14 мая. Ее родители Валерий Павлович и Татьяна Георгиевна Печенкины скоро переехали жить на Камчатку, где Таня росла и пошла в школу. С раннего детства девочка любила музыку. Она с легкостью научилась играть на фортепиано, постоянно сочиняла мелодии, а далее стала подпирать к ним слова. Так рождались ее первые песни. Именно музыка и песни стало ее жизнью. Стать певицей или композитором Татьяна не мечтала. Она выбрала для себя серьезную и благородную профессию. После школы она поступила в медицинский институт в городе Москва. Неудивительно, что Татьяна сразу собрала вокруг себя однокурсников. Она напевала им свои песни, а они просили продолжения этого концерта. Когда же родители Татьяны переехали жить в Новосибирск, так как ее отец был военным, девушка перевелась в местный мединститут, чтобы рядом с родными. Здесь она продолжала творить, а кто-то из друзей обязательно записывал ее песни на магнитофон. Так они уходили в массы и звучали далеко за пределами родного города. Скоро песен стало так много, что Татьяна стала подумывать о том, как бы их оформить. Ей помогли друзья, которые работали в столичной студии Kiss S. Первый альбом оказался трепетным и очень искренним. Всего 21 песня, но каждая из них с отдельной историей. Так в 93-м году мир узнал Татьяну Снежину. Новый псевдоним очень скоро стал ее именем. Настолько точно она передала им свой характер. Такая же белая, чистая и задумчивая. Однажды с ее композициями познакомился Сергей Бугаев, который был продюсером студии M&L Art. Они стали сотрудничать. Скоро появилась ее известная песня под названием «Музыкант». А потом между ними родилась любовь. Татьяна и Сергей решили всегда быть вместе. Он сделал ей предложение, которое она приняла. Свадьба намечалась на 13 сентября. А пока они записывали новые песни и давали новые концерты. В августе 95-го года Татьяна и Сергей решили поехать на Алтай. Буквально перед отъездом состоялся ее последний концерт, где прозвучали два романца. Наверное, она чувствовала, что скоро уйдет, когда пела эти строчки. Если я умру раньше времени, пусть меня унесут белые лебеди, далеко-далеко в край неведомый, высоко-высоко в небо светлое. Эти слова оказались очень пророческими. Возвращаясь из отдыха, 21 августа они попали в ДТП. Их автобус столкнулся с грузовиком. Все пассажиры микроавтобуса, включая Сергея и Татьяну, погибли на месте. Ей было всего 23 года, а свадьба так и не состоялась, ведь 13 сентября до этой пары так и не наступило. Певицу похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а песни ее живут до сих пор. Их исполняют Татьяна Буланова, Алла Пугачева, Алис Самон, Кристина Арбакайте и многие другие исполнители. Ведь песня вечно, как Татьяны уже не стало, а песни ее будут жить долгие-долгие годы. Очень жаль и больно, когда уходят такие молодые, талантливые и красивые люди. Царствие небесное и светлая память. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового и интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не опясывает. И конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.